всем привет дорогие нажиманы герой сегодняшнего обзора очередная вариация на тему ножа доктор смерть от наших китайских братьев одна из вариаций уже есть на канале довольно такая не дешевая расписная титановая а вот пару дней назад ко мне попала в руки вот такая вот бюджетная стальная версия бюджетная стальная версия приехала с магазина алиэкспресс я дам ссылку на тот магазин где покупался этот нож но мы давайте посмотрим что в общем-то китайцы могут нам предложить в этой вариации за стоимость в районе 20 долларов могут они предложить цель на стальной нож поэтому он очень нелегкий рукоять ножа сделано из стали это даже не алюминиевый сплав сразу смотрите как она обработана это приятный довольно stone wash одна стальная плашка и вторая стальная плашка разделены стальные плашки аутентичным бэкспейсером а вот бэкспейсер выполнен из алюминия из алюминиевого сплава ну не буду говорить что это авиационный я понятия не имею вот мне он лично напоминает дюраль алюминий у меня в детстве из такого материала были сделаны лыжные палки и этот же бэкспейсер алюминиевый у нас является темлячным вот таким вот темлячным отверстием то есть здесь в принципе недалеко ушли китайцы от титановой версии от своей же титановой версии и от оригинала несмотря на то что реплика довольно таки бюджетная реплика хорошо исполнена хорошо подогнана и хорошо собрана но так выглядит спинка рукояти плавничок за который нужно открывать клинок обувь клинка кстати обратите внимание на насечку на то как исполнена насечка на бюджетном ноже вот видно что поработала бездушная машина клинок абсолютно по центру нож на подшипниках я не разбирал не знаю на каких но отлично работают подшипники просто пушечный флип и клинок можно сказать складывается под своим весом аутентичными винтами все это скручено между собой и снабжена клипса для ношения на кармане вот клипса это огромный недостаток в этом ноже я не знаю для чего нужно было сделать ее вот такой вот змейкой мне кажется вот этот вот кончик он явно лишний поворот клипсу клипса настолько жесткая что может невозможно я даже так скажу не практически невозможно невозможно одеть на карман для того чтобы его одеть на карман надо отогнуть одной рукой вот так клипсу не знаю или очень сильно натянуть край кармана но клипса очень жесткая с клипса китайцы промахнулись зато но она очень интересно и красиво заподлицо крепится в рукоять этого ножа у ножа есть еще один существенный недостаток ну помимо все тех же проблем с эргономикой я надеюсь что это недостаток только этой версии я говорю не про замок кстати можете посмотреть как сразу замок становится на пяту клинка фрейм тут не имеет никакого ограничителя никакого стопера так что при желании его можно довольно сильно выгнуть кстати отгибается очень удобно благодаря вот площадке на обоих плашках недостаток здесь непонятно то ли из-за слишком маленькой бонки то ли на конкретно этом экземпляре а может быть не на только не только на этом промахнулись с вот этим вот местом в питье клинка то ли промахнулись детенболом но при складывании здесь клинок и это хорошо видно посмотрите на бэкспейсер выбивает там борозду то есть клинок бьется об спейсер но я так понимаю вот при таком каком-то вот таком мощном складывании до резко это видно хорошо и и это действительно делает клинок это не какой-то дефект производственный потому что на клинке остается от бэкспейсера стружка зато клинок ну выполнен вроде бы как он из стали d2 об этом нам говорит маркировка и хочу сказать зато на клинке не остается никаких последствий от этих ударов а это нам говорит о том что ну d2 уж тут или 8 или 9 chrome 18 молебден ванади но сталь довольно во всяком случае тверже чем алюминий довольно неплохая порезал я этим ножом довольно агрессивно и хорошо режет нож несмотря на то что сведен он в принципе опять же сведен он с не очень тонко порядка 0 6 0 7 сведения вот в основном это та же самая вариация с теми же самыми ну лично мне доставляющими неудобства особенностями эргономики это все тот же впивающийся кончик бэкспейсера в руку в руку в руку и все та же непонятная вещь в принципе и по моему на оригинале также сделано с рукоятью в районе обуха то есть у нас есть насечка подразумевается что мы нет да нет в какой-то работе ну там поковырять или что-то подстругать будем ложить большой палец на эту насечку и у нас есть вот этот вот угол рукояти который будет впиваться нам в этот большой палец когда мы положим его на насечку до в доме который построил джек вот но к достоинствам к достоинствам это версии конечно же можно отнести при всех ее недостатках вот непонятных вот таких вот конструктивных можно отнести стоимость зато нож получился до дешевым недорогим во всяком случае и мощным и вполне себе неплохо собранным и эстетически надлежащий оформлен вот на этом пожалуй все с вами не прощаюсь оставайтесь на канале всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока